Мы с вами посвятили храм, домовый храм в Брестском епархиальном управлении. Это впервые за всю историю существования рекреатства Брестского и самостоятельной Брестской епархии. Имеется в епархиальном управлении домовая церковь, через иконы Божьей Матери Троеручица. И, конечно, это историческое событие. Я сердечно благодарю вас, дорогие отцы. Каждый из вас приложил непосредственно свою руку к тому, чтобы мы сегодня молились в этом храме. Благодарю и сотрудников за помощь в управлении епархии, за труд, который вы несете здесь в епархиальном управлении. Как сегодня уже было сказано отцом-секретарем, да, забилось сердце в этом здании. Конечно, не так часто будут совершаться здесь богослужения, как в приходском храме, потому что на это нужно время. Но, тем не менее, будут совершаться, будет совершаться беспробная жертва Таинства Евхаристии, самое главное Таинства нашей Церкви, когда мы будем молиться у всех и за вся, как вы сегодня слышали, в Божественной Литургии. И будем просить Господа Его милости к нам грешными, особенно заступление Божией Матери, чтобы она, как она в свое время помогла преподобному Иоанну Дамаскину, и стелила его от той болезни, которую увели его государственные мужи, якобы за измену. Но это была клевета на человека. И потом он славил Божию Матерь на протяжении всех своих дней. Сколько он жил, столько он славил. Он написал много песнопений, посвященных Божией Матери, и вообще песнопений богослужебных в Церкви. Считается великим гимнографом нашей православной Церкви. Так пусть Божия Матерь и нам поможет всем в несении жизненного креста, даст нам мудрость, терпение, даст все то доброе, что нужно нам для спасения, и, конечно, сохранит нас от всего плохого. И где-то, может быть, и настоит на том, чтобы мы отказались от своей греховной воли, а следовали бы воле Божией. Молитвами преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного мученика Афанасия Буина Брестского, всех святых в нашей Церкви, да подаст всем нам доброе здоровье, мир, тишину, мудрость, и многое и благая лето. Бог всем нам в помощи. Спасибо, Господь, всех вас.